всем привет сегодня мы коротко глянем на новые возможности стандарта языка си плюс плюс то есть и плюс плюс 17 я в данном ролике опишу далеко не все новые возможности потому что их очень много новые библиотеки появились новые возможности то есть я выбрал на мой взгляд тут 14 новых возможностей вот на мой взгляд но любая возможность нового стандарта она важна это как если сравнивать с современным автомобилем там любая деталь любой агрегат он важен и без него все работать не будет поэтому сейчас мы вкратце посмотрим на основном даже не на основные а на те которые мне показались наиболее интересны это не означает что они наиболее важны то есть это важное различие по всем возможностям конечно же и детальный разбор будут отдельные видео поэтому если вы не подписаны подпишитесь нажимайте колокольчик и ждите новых видео ну а сейчас приступим к краткому разбору 14 основных наиболее интересных на мой взгляд возможности итак поехали первое расширенная инициализация то есть к слову этот код будет на гитхабе и вот здесь две ссылки то есть можно посмотреть по ним поддержка новых возможностей языка и какие они поддерживаются какими компиляторами вот итак первая интересная штука это инициализация то есть мы знали что агрегатная так называемая инициализация ранее было как к примеру у нас есть структура и в ней описаны две перемены и мы могли проинициализировать это вот вот таким вот образом если же здесь нет конструктора если же есть конструктор то вот такой способ запрещен компилятор вот потому что это не агрегатная инициализация это это когда мы инициализируем объект значениями которые заключены в фигурные скобки есть что же появилась в C++17. В C++17 появилась расширенная агрегатная инициализация. То есть в данном случае вот мы видим наследование, множественное. Есть один класс и от него два базовых класса. Точнее, этот класс наследуется от двух. Base1, Base2. Вот. И вот расширенная инициализация. То есть мы инициализируем. Первый это объект, то есть наследника Base1 вот у него две перемены. Далее пропускаем эту инициализацию так как там у нас есть конструктор и далее инициализируем последнюю цепочку так сказать. И вот в этом случае вот что у нас будет. D1B1 будет равен единичке, потом вот это единичке, двоечке, это по умолчанию у нас будет 42, потому что здесь есть конструктор. И D у нас будет равен четверочке. Вот она. Вот. Это первая такая интересная возможность. К слову, прервусь, что еще хотел бы сказать. Я детально сам это не расследовал. То есть я на каждой каждую эту возможность, которую я выделил, то есть я сначала потратил какое-то время, чтобы выделить самые интересные возможности. И плюс я читал уже статьи готовые на разных источниках. Из этих источников это были хабра, это были справка cpp reference, это были какие-то отсылы к стандарту, и это было два или три англоязычных ресурсов. Вот. Дальше же, когда я буду уже разбирать более детально, то есть я уже сделаю свое собственное расследование и попривожу примеры. Итак, продолжаем. Следующая интересная возможность это у нас так называемая fold expression. Что такое fold expression? Это у нас называется свертка параметров шаблона. Вот. То есть грубо говоря, даже не грубо, вкратце. Свертка это как бы функция, которая применяет определенную функцию к последовательным парам элементов. То есть что в этом случае? К примеру, вот мы видим шаблонную функцию printer, и она печатает. И печатать здесь будет какое-то количество элементов. Сколько их мы не знаем. Соответственно, она их всех напечатает. Вот. По очереди. Теперь же пример вот такой вот. Pushback. То есть мы добавляем вектор. То есть довольно-таки удобно иметь такую функцию. К примеру, добавляется вектор. Вот мы по ссылке захватываем вектор, и дальше идет сколько угодно. Ну, я думаю, есть ограничения, но очень много параметров, аргументов. и это все, вот наша вот эта функция. К этой функции применяется каждый перечисленный параметр. И здесь мы можем посмотреть. Вот принтер, он напечатает все подряд 1, 2, 3, A, B, C. Давайте точку останова быстренько и посмотрим. Вот. 1, 2, 3, A, B, C, либо же с закатыми и с пробелами. Это я вот здесь добавляю. Как вы видите, целочисленное значение строковое с пробелом целочисленное строковое для заполнения вектора. То есть довольно-таки удобная штука. Мы указываем вектор и заполняем его вот этими вот значениями. Дальше добавляем 1, 2, 9. Вот. То есть довольно-таки крутая штука. Точно так же можно сумму всех элементов, вот в данном случае будет сумма 1, 2, 3, 4, 5. либо же сделать сравнение. Здесь могут быть какие-то выражения, результаты какие-то и в результате у нас будет что у нас будет? У нас будет ретурн. Ретурн это вот первый аргумент и он будет сравниваться со всеми остальными. Вот. Есть. То есть довольно интересная вещь. Третья. Третья интересная штука. Это у нас раньше это для параметризированных шаблонов. То есть ранее мы должны были четко указывать какой-то тип. То есть параметры шаблонов они указываются в вот этих треугольных скобочках. И ранее нам нужно было четко указывать тип. Тип ну и непосредственно значение. Сейчас же этот тип можно не указывать. Можно просто написать авто и он будет выведен на этапе компиляции. То есть посмотрим. Вот ранее ранее было вот так. Нам нужно было четко указывать что следующим параметром идет целочисленное значение. Следующим параметром идет значение чар. Следующим параметром идет значение лонг. Так вот здесь ошибочка л. Вот. Сейчас же в новом стандарте можно сразу же этот параметр указывать. Вот описать auto or while и на этапе компиляции будет выведен тип вот этого параметра. Есть четвертая интересная вещь. Template Argument Deduction то есть автоматический вывод параметров для классов. Что это означает? Смотрите раньше к примеру создать пару нам нужно было четко указать. Первое это целочисленное второе это строка и вот так теперь же теперь же все намного круче. На этапе компиляции будет выведен тип first second в данном случае уже не надо писать int string второй пример второй пример у нас вектор создаем вектор и инициализируем ранее нам нужно было писать вот здесь что вектор целочисленных значений а вот здесь вектор строк сейчас же этого делать не нужно сейчас мы просто в инициализации указываем элементы и компилятор вычислит какой тип этих элементов далее max max это std функция которая вычисляет максимальное значение и раньше нам нужно было указывать тип сейчас же точно так же по аналогии с предыдущими примерами нам тип можно не указывать и компилятор его выведет автоматически дальше const expression if да есть такая штука как if const expression то есть это будет это константное выражение сравнение так сказать и это будет вычислено на этапе компиляции вот я нашел такой интересный пример к примеру у нас есть структура и есть целочисленное значение float и вектор и написано шаблонная функция print которая печатает указанный номер в данном случае мы передаем номер и здесь можно было кстати auto написать ну ладно вот и если a field number равен нулю то выводим целочисленное значение здесь float а третий то есть второй да на самом деле третий элемент это у нас вектор знаешь вектор просто так вывести нельзя если конечно не перегружен оператор и выводим с помощью цикла вот и вот смотрите мы создаем наш объект вот он объект типа s инициализируем его и вот вызываем нашу шаблонную функцию 0 1 2 и в зависимости от этого параметра будет вызвана нужный участок кода то есть на этапе компиляции это уже будет определено то есть вот эти const экспресс const экспр очень удобная вещь позволяет где-то ускорить работу программы так как некоторые вычисления могут быть сделаны до компиляции то есть на этапе компиляции следующая штука биндинг структур да или объекта еще называют декомпозиция что такое декомпозиция декомпозиция это как бы разложение каких-то объектов на маленькие можно сказать под объекты то есть разложение целого объекта на ряд мелких объектов так вот чем же фишка а фишка в том что к примеру мы описали пару и смотрите вот такой синтаксис пишем авто first second мы же знаем что пара состоит из двух элементов first и second вот вот здесь мы создаем переменные то есть не надо писать к примеру int и равно p first вот так вот это все будет вычислено на этапе компиляции и создадутся две переменные с нужными типами в данном случае будет first типа integer second типа string и вот мы раскладываем нашу пару на first и second отлично пример 2 массивы вот берем массив координаты координаты вот к примеру мы храним координаты x y и z мы можем дать им имена x y z и на на этом этапе компилятор автоматически разложит этот объект на переменные и запишет эти значения переменные x y z вот то есть у нас есть массив из трех элементов и вот мы три как бы создали такие переменные то есть на этом этапе компилятор автоматически выведет тип каждой переменной и даст ему такие имена точнее мы даем им такие имена Далее, этот массив может быть длиной даже 30 Но для первых трех элементов будут присвоены вот такие имена То есть для нас, для программистов x, y, z Все остальное будет безымян Далее, еще один пример К примеру, у нас есть конфигурация чего-то То есть это структура и конфигурация чего-то И есть у нас id, name и какие-то значения Вот мы спокойно можем эту конфигурацию разложить И более того, мы можем по ссылке В данном случае мы делали локальные копии В этом же случае наши имена id, n и d Будут непосредственно ссылаться на данные вот этого вот объекта Соответственно, меняя эти значения, меняется и сам объект То есть тоже удобная штука Соответственно, здесь могут быть больше каких-то данных Но нам нужно, к примеру, id, имя и дата Вот Ну и вот здесь тоже пример с координатами Но здесь мы уже захватываем по ссылке Соответственно, меняя вот эти вот значения x, y мы изменяем значения в массиве Есть следующее Констэкспрешен лямбда Ранее до 17 стандарта Лямбды не могли быть в констэкспрешен функциях И сами лямбды не могли быть констэкспрешен То есть теми выражениями, которые вычисляются на этапе компиляции Либо до компиляции Вот До компиляции, как правило Сейчас же это можно Смотрим, есть констэкспрешен функция Которая возвращает целочисленное значение И в ней есть какая-то лямбда И вот на этапе до компиляции Давайте для простоты будем говорить до компиляции Это все вычисляется Так как у нас уже где-то есть вызов 12 Соответственно, перед компиляцией это все посчитается И вот здесь будет подставлено значение результирующее Точно так же можно объявить просто лямбда функцию С модификатором констэкспрешен Точно так же перед компиляцией это будет высчитано То есть входные данные 12 Это будет посчитано И сюда будет подставлено это значение Есть захват ZIS Ранее ZIS нельзя было захватывать То есть делали такие хитрые способы Self там по-моему равно или еще что-нибудь Делали копии Сейчас же в новом стандарте можно захватывать ZIS ZIS это данные, то есть члены и функции нашего класса Так, так К примеру, вот у нас есть класс test Есть функция ftest Вот И у нас приватные скрытые функции fconst и f fconst означает, что она ничего не меняет Мы видим в конце const f это возможно что-то может менять То есть имеется ввиду внутренние данные класса Есть Так вот, для того, чтобы иметь доступ к fconst Обычная запись и звездочка ZIS Соответственно, кроме этой функции мы еще имеем доступ к переменным То есть членам класса Но если же мы попытаемся вызвать функцию f, которая без модификатора const То нам нужно вот такой модификатор mutable Mutable он был и до этого То есть с помощью этого модификатора мы указывали, что все-таки какие-то члены класса, помеченные как const, можно менять Но об этом всем будет в других видео Сейчас же мы делаем обзор Соответственно, сейчас можно захватывать ZIS Вот, можете загрузить это все и у себя проверить Далее If switch инициализатор Удобная штука Чем она удобна? В if и switch добавился инициализатор Ранее if был какой у нас? Мы сравнивали p, равен ли он null или не null Ну, к примеру Для этого иногда мы заводили выше какой-то переменной Или еще что-нибудь Сейчас же эту переменную можно завести внутри То есть синтаксис Первым у нас идет инициализатор Если он нужен А дальше непосредственно наше старое условие Точно так же для switch Вот здесь мы инициализируем некую переменную Присваиваем ей error А дальше обычный То есть ранее у нас была вот такая вот запись Код Этот код мы делали, ну, инициализировали перед Сейчас же можно То есть это старая версия А это новая версия То есть где-то удобней Где-то на строчечку сократит код Вот, дальше Новые атрибуты Fallthrow Что это такое? Это у нас идет подавление предупреждения К примеру, в данном случае У нас компилятор обязательно выдаст предупреждение Какого рода? Он скажет, что Друг, товарищ, брат Отдумайся У тебя в кейсе 3 После see out То есть кейс не завершается брейком Соответственно, ты можешь пойти дальше В кейс 4 И раньше на это было предупреждение Сейчас его можно подавить Потому что иногда так и нужно Если кейс 3, к примеру То нам что-то нужно сделать И дальше опять переходить к 4 И предупреждение компилятора Нам не обязательно Вот Потому что много проектов Собирается Так, чтобы не было ни одного предупреждения Я думаю, вы поняли Дальше Еще То есть атрибуты Были и ранее Я до них просто еще не добрался Обязательно доберусь Но вот какие добавились новые Дальше смотрите NoDiscard Очень классная штука Мне очень понравилось Что это добавили Этот модификатор Генерит Предупреждение Если Смотрите Наша функция Возвращается в очистенное значение Если Тот участок кода Где вызывается наша функция Не проверяется Значение Которое она возвращает То будет сгенерено Предупреждение Соответственно Это популярные ошибки Люди пишут функции Что-то возвращают Но результат Не проверяют Следующее MaybeUnused Подавляется Предупреждение Компилятора Если переменная Не используется Такое часто бывает Ранее Это оборачивали Макросами Вот Сейчас же Есть MaybeUnused Следующий STDAny В STD Стандартную библиотеку Добавилось много Разных шаблонов Я взял Вот один Он интересный Все интересны Но На мой взгляд Этот более интересен Any Это означает Что может быть Любой тип В данном случае Хм Это целочисленный тип И чтобы вывести значение Нам надо четко сказать Что это Целочисленный тип Сейчас же У нас Хм Присваиваем Строке Это у нас Теперь строка И будет выведена Строка В этом участке В этом участке кода Мы Хм Присваиваем Чар Конст То есть указатель На константную строку В стиле Си Вот И точно так же Для вывода его Нужно здесь Правильную конвертацию Привести То есть это Уже такой аналог Какого-то универсального Типа Можно так сказать Any STD Any Дальше Namespace Очень удобная штука Тоже мне понравилась На самом деле Много чего мне понравилось На новом стандарте Но 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 Ранее Нам нужно было Сделать Вот так вот N1 N2 Вот Теперь же Нам не надо Это писать Ну у меня В моих примерах Исходных кодах Было такое Namespace Cpp Просто А потом Namespace Там Какой-то график Теперь я могу Четко вот здесь Написать Cpp Просто И graphical Там Потом Tools Потом еще Что-то То есть Тоже сокращают Где-то Код Вот И предпоследний Пример Предпоследний Пример Добавились Вот такие Хорошие функции STD Size Empty И Data Которые Не привязаны К конкретному Объекту То есть Это можно сказать Пустые функции Которые принимают Какой-то Объект Они Вычисляют Что это за объект И соответственно Могут посчитать Его размер Пуст Он Не пуст И Получить Там Указатель На Данные Если мы посмотрим V У него есть Не пустая функция То есть Почему не пустая Потому что Это функция Конкретного Объекта А эти Функции Они Конкретным Объектам Не привязаны Они И на этапе Работы Программы Уже Готовые Получают Объекты И Вычислят Даже на этапе Компиляции Уже знают Какой объект Сюда Зайдет Есть То есть Тоже Удобные Функции В СТД Очень много Чего Добавилось Ну И 14 Это Не такой Уж Интересный Пример Но Он 14 Почему 14 Потому что Всего Их было 13 А 13 Для Кого Это Может Быть Несчастливое Число Поэтому Я Решил Чтобы Все У нас Было Хорошо И Никто Не Пострадал При Съемке Этого Видео Добавить Какой 14 Пример 14 Возможность Вот То есть По честному Мне 13 Но Но Понравились Но Возможно Я не все Еще разобрал Вот Смотрим HasInc Это просто Проверяет Существует Ли Заголовочный Файл Вот С таким Вот Именем То есть Можно По системным Путям Проверить И Можно По Локальному Вот Без Разницы Если Он Существует Значит Значит Его Можно Включить Иначе же Ну Иначе Что-то Там Еще Вот И Вот Мы Вкратце Разобрали Основные На мой Взгляд Самые Интересные Возможности Языка Вот Интересных Еще Много Поэтому О них Можно Было Быть Еще Час Два И Три Вот Но Я Решил Сделать Какой Старт Далее Если Вы Подпишетесь И будете Следить За Видео То Детально Будет Каждое Видео Посвящено Каждой Какой Возможности И С Примерами С Какими-то Примерами Как Это Сделать Как Можно Поступать Как Нельзя Потому Что Новые Возможности Добавляют Нам Что Не Добавляют И Новых Неочевидных Проблем То Есть Не Аккуратное Использование Может Добавлять Гораздо Больше Проблем Чем Было Ранее Без Этих Возможностей То Как Говорил Страуструб Себе В ногу Можно Выстрелить То есть Отстрелить А здесь Можно Вероятность Еще Больше Увеличивается Вот Соответственно Соответственно На этом Все Этот Исходный Код Будет На Гитхабе Качайте И Проверяйте И Следите За Новыми Выпусками За Сим Прощаюсь Всем Спасибо За Внимание Подписывайтесь Обязательно Подписывайтесь Ждите Новых Видео Комментируйте И Все Всем Пока Комментируйте